Привет дорогие друзья! Сегодня будет обзор на поистине легендарный мессенджер, который существует с начала времен. Да-да, речь пойдет об ACQ. Если вы думаете, что это приложение давно осталось на обочине истории, то вы сильно заблуждаетесь. Компания Mail.ru Group, которая заведует ACQ, до сих пор не оставляет попыток реинкарнировать дохлый мессенджер. Насколько я помню, в последний раз такая попытка была в 2018 году, но что-то как-то не сложилось и, видимо, было принято решение попробовать еще разок в 2020. Только теперь, внимание, это больше не ACQ, теперь это ACQ New. Ну то есть, наверное, что-то поистине новое и гениальное. Спойлер, от старого доброго ACQ остался только звук и смайлы-колобки. ACQ New Самое интересное, что некоторые издания, которые сообщили об ACQ New, действительно в восторге, а некоторые даже сравнивают его с Телеграмом. В общем, всячески нахваливают. Предлагаю сегодня разобраться, действительно ли этот мессенджер заслуживает внимания и что получилось сделать в новом ICQ. Но перед тем, как мы начнем, я хочу напомнить, что спонсором этого видео является хостинг, провайдер UAHosting.com. Они предоставляют виртуальные сервера с выделенными накопителями в Нидерландах и США. У ребят очень приятные цены и своевременная техподдержка. А по промокоду ANDREANO в 30% вы сможете получить скидку 30% на первый платеж при заказе любых виртуальных серверов с выделенными накопителями. Поэтому, если вам нужен надежный хостинг-провайдер, переходите по ссылке в описании и ознакомьтесь с их услугами. А мы начинаем. ACQ New, как и принято, доступен на всех устройствах и платформах. Так что это уже очевидный плюс. Предлагаю сначала посмотреть, что нам обещают на сайте, чтобы потом в приложении мы могли проверить все, что нам обещано. Итак, первое и самое главное это умный, быстрый, гибкий. Предлагаю этот лозунг сразу запомнить, позже мы его обязательно проверим. Едем дальше. ACQ New бережет ваши нервы и переводит голосовые в текст, подскажет идеальный стикер, исходя из набранного сообщения, проанализирует текст и предложит быстрый вариант ответа. Также нам обещают витрину с популярными каналами и группами, а еще аудио и видео звонки. Итак, обзор я буду делать в версии для Mac, чтобы лучше все можно было рассмотреть. Сразу хочу отметить, что интерфейс приложения максимально похож на Telegram. В некоторых моментах даже кажется, что отдельные части интерфейса скопировали полностью. Конечно, иногда узнается еще и в WhatsApp, но в этом ничего страшного нет. Главное, насколько хорошо все работает, а не только внешний вид. Итак, в ACQ New, как и в Телеграме, есть избранное. Это такой специальный чат, куда можно отправлять все, что угодно. То есть ссылки, файлы и так далее. Также есть возможность закреплять чаты вверху списка, отмечать сообщения непрочитанными и даже перемещать чаты в раздел «Неважное». Ну то есть это всем привычный архив в Телеграме. Правда на смартфоне эта возможность на данный момент отсутствует. Но это не страшно. ACQ New Еще в ACQ New можно менять фон чата, удалять свои сообщения у другого пользователя, выполнять поиск в чате, канале или группе. Причем, если хочется, можно отдельно посмотреть ссылки, фотографии, файлы, аудиосообщения и так далее. Опять же, все как в Телеграме. Конечно, также присутствуют стикеры, но, скажем так, для галочки. А вот чего нет в Телеграме, так это расшифровки аудиосообщений. Ну то есть в ACQ New при получении голосового сообщения у собеседника есть возможность посмотреть текстовый вариант. Я считаю это очень крутой возможностью, которой действительно не хватает другим мессенджерам. Чего, конечно, не скажешь о возможности автоответов на сообщения. Как по мне, это не очень полезная функция. Единственное, на что она годится, это поднять себе настроение. Например, если обе стороны будут общаться только посредством автоответов, может сгенерироваться очень занимательный диалог. Ну и, наверное, самое главное преимущество ACQ New это видеозвонки. Тут можно создавать группу аж до 30 человек и общаться всем вместе. Думаю, для некоторых эта возможность будет действительно полезной. Предлагаю на этом не заострять внимание, так как в этом ничего особенного нет. В принципе, на этом адекватная часть видео заканчивается и начинается самое веселое. Как я и сказал ранее, ACQ New очень похож на Telegram. Но на самом деле это обман зрения и не более. Тут, наверное, нет и 10% возможностей, к которым все уже давно привыкли. И если присмотреться внимательнее и сравнить, то можно обнаружить много чего интересного. К примеру, в настройках уведомлений нет возможности управлять исключениями, в отличие от гибких настроек Telegram. В настройках конфиденциальности вообще все выглядит грустно и по сути их просто нет. Тут нельзя настроить видимость номера телефона, скрыть статус активности и фотографии профиля и много чего еще. Также в ACQ New отсутствует гибкое управление памятью, есть только кнопка ее очистки. Да по сути, тут не только нет особых настроек, а вообще ничего. Допустим, в чате не проигрывается аудио и видео, то есть плеера нет, все открывается только в браузере. Еще нет просмотра статей, нет возможности запланировать отправку сообщений по времени или по статусу, или отправить его без звука. Также нет и синхронизации черновика сообщений между устройствами, как это есть в Telegram. А еще нет даже возможности в версии для ПК и мобильного устройства удалить свой аккаунт. Это можно исключительно сделать в веб-версии. В общем, в ACQ New много чего нет, так что насчет лозунга умный, быстрый, гибкий я бы однозначно поспорил. Честно, я не могу понять, почему в этом мессенджере на каждой платформе разное количество настроек. К примеру, в браузерной версии отсутствуют видео и аудиозвонки, нет настроек чата, нет закрепленных чатов, да даже настроек и тех особо нет. Видимо, веб-версия нужна только для того, чтобы удалить свой аккаунт. Но это еще ладно, допустим, в ACQ New еще не все есть и скоро все появится. Куда больше меня интересует работа функций, которые уже присутствуют в этом мессенджере. Вот, например, есть витрина популярных каналов и групп, о которой говорилось на сайте. Интересно тут то, что изначально тебе показываются каналы с большим количеством подписчиков, но не обновлялись они с 2018 года. То есть, актуальная информация. Если же дать доступ к своей геопозиции, то появятся популярные каналы с одним подписчиком, двумя и тремя. Хотя, возможно, в ACQ New они действительно популярны. ACQ New Ну и это ладно. Самое интересное начинается, если зайти в канал. Оказывается, из него можно удалять сообщения. Ну то есть, просто берешь и удаляешь, чтобы вы понимали, после этого оно для вас перестанет существовать. То есть, вы не сможете его снова найти, даже если выйдете и зайдете обратно в канал. В общем, гениально. По этой же логике можно вообще очистить весь чат в канале и с этого момента можно будет забыть о его существовании. Так как сообщений там больше не будет. Короче, бред. Но больше бред в том, что даже если ты не подписан на канал, то из него все равно можно выйти и удалить в придачу. Очевидно, что это ошибка, но как мне кажется, их тут слишком много. А, и кстати, вкладки с интересными каналами в десктопной версии тоже нет. Вот как-то так. ICQ New Я бы реально мог сделать получасовое видео, где бы бесконечно рассказывал о разных багах и ошибках. Но думаю, смысла особо в этом нет. На самом деле, весь ICQ New это и есть одна большая ошибка. Я даже не могу представить, кому могло прийти в голову сравнить его с Телеграмом. Тут же реально нет вообще ничего общего. Единственное, что есть общее, это заимствование некоторых интересных функций. И то их не получилось нормально реализовать. Конечно, со мной можно поспорить и сказать, что на самом деле разработать качественный мессенджер не так уж просто. И ICQ New в будущем станет куда круче. И возможно даже лучше Телеграма. Но честно говоря, я в это никогда не поверю. Потому что если разработчики уже себе позволили выпустить настолько сырой и некачественный продукт, то так они будут поступать и дальше. Честно говоря, это на данный момент не тянет даже на стартап. Это больше похоже на чью-то некачественную курсовую работу. Друзья, пишите свое мнение в комментариях и расскажите, каким мессенджером пользуетесь вы. Но если вы смотрите это видео спустя долгое время, и сейчас в ICQ New все поменялось, и теперь это мессенджер номер один в мире, то обязательно об этом сообщите. С вами был Константин Андрианов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, бейте в колокол, делитесь этим видео в соцсетях. Пока!